На рынке сохраняется оптимистичный настрой. Новая торговая неделя началась с подъемом фондовых индексов на Азиатско-Тихоокеанской сессии. А вот какие настроения участников валютного рынка? Об этом в нашем информационном обзоре. Индекс USDX, отражающий стоимость американской валюты к валютам шести основных торговых партнеров США, демонстрирует продолжение роста спроса на доллар. Котировка дотянулась до отметки 97.65. На фоне оптимизма трейдеров. Инвесторы уверены в отсутствии вероятности дальнейшего снижения процентной ставки Федрезервом. К таким выводам они приходят, изучая макроэкономические отчеты, даже несмотря на пятничные слабые данные США. А между тем стало известно о падении объемов промышленного производства в декабре и об ухудшении настроений потребителей, судя по расчетам экспертов Мичиганского университета. Однако инвесторы предпочли учесть только лишь позитивные данные о росте закладок новых фундаментов. В политическом поле также двоякая ситуация. В Сенате лежит документ, подготовленный демократами, с обоснованиями импичмента президента США. Тем не менее, в ожидании вынесения вердикта Сенатом, рынки предпочитают покупать доллар, учитывая заслугу Трампа в виде заключения первой фазы торгового соглашения с Китаем. Трейдеры вроде как и готовы к риску, но рисковых настроений на котировках пока незаметно. Пара USDJPY остается вблизи 8-месячного максимума. Графику пока не удается вырваться выше уровня сопротивления на 110.26, что дает основание экспертам технического анализа предполагать о скорой смене тренда и возвращении котировки к отметке 109.74. Барометр рисковых настроений в Азиатско-Тихоокеанском регионе пара австралийский доллар против доллара США также свидетельствует о посторожности трейдеров. Очевидно, наконец-то трейдеры учли пагубное воздействие лесных пожаров на австралийскую экономику, что должно вынудить Резервный банк Австралии к снижению ставки. Котировка AUDUSD, как мы и предполагали, направляется к отметке 0.6850, но пока застряла у 0.6875. Вполне вероятно, что график может еще отскочить вверх, но затем все равно возобновить снижение. Такие движения следует рассматривать лишь как шанс открыть короткую сделку по привлекательной цене. На этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!